МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Старинный храм в честь Вознесения Господня в городе Севске 22 мая отмечает юбилей. Ему исполняется 250 лет. Также в этот день храм-юбиляр празднует 15-летие со дня возобновления литургической жизни. Его летописная страница, как и кафедрального города Севска, исписана различными событиями, в которых оживает история с ее драматическими перипетиями. Первоначально Вознесенский храм был освящен в память о другом событии обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, праздник Воскресения Славущего. Это один из древнейших храмов города, который был возведен как деревянный в период с 1620 по 1628 года. Предположительно, его основали переселившиеся в Севск казаки. В доказательство этой версии служит тот факт, что предел храма посвящен святым мученикам Флору и Лавру, покровителям коневодства. Но деревянная церковь простояла недолго, до 1634 года. В то время Севск был пробежной крепостью и подвергся трехнедельной осаде Большого польско-литовского войска. И практически весь город был уничтожен, в том числе и храм в честь обновления. И священник, имя его, история сохранила, звали его Гавриил, обратился к патриарху Исаафу с просьбой о строительстве нового храма. Любопытная такая деталь. Давая свое благословение, святейший патриарх благословил строить храм на новом месте, а старого престольного места обрубить, засыпать землей, сделать такой холм, и поставить на этом месте крест с той целью, чтобы никакая нечистота к старому престольному месту не прикасалась. Вот такое было благочестие наших предков. С конца XIX века на месте старого храма было устроено Севское духовное училище. Сейчас здесь находится общеобразовательная школа номер один. С новым деревянным храмом связано знаменательное событие – посещение его императрицы Елизаветой, дочерью Петра I. Императрица, дочь Петра, совершала паломническую поездку в Киев, и одним из пунктов поездки был Севск. И в Севске вынуждена была она задержаться на какое-то длительное время в связи с эпидемией болезни, которая разразилась в Киеве. Императрица остановилась в доме дворян Шагаровых, который перед этим был вымыт и выдержан, чтобы духу не было. Храм же определили дворцовой церковью. В память о посещении императорской особы, как знак особой монаршей милости, было ее благословение установить над царскими вратами государственный герб двуглавого орла. Как знак посещения императорской особой храма над крестом, над главным куполом изображена императорская корона. Со временем деревянная церковь обветшала, и в середине 18-го столетия было решено построить каменный храм. Улица, на которой храм расположен, в то время называлась Дворянской. И в число прихожан входили люди состоятельные, которые на их пожертвования, и началось строительство этого храма. Храм построили в 1765 году рядом с местом прежней церкви. Освящал ее первый епископ Севской епархии, выделенный и составом московской в виде викариатства Тихон Якубовский. А уже в 19 веке Вознесенский храм постепенно стал приходить в упадок. Дворяне, видимо, разъехались, и уже к началу 20 века среди прихожан только была одна дворянская семья. Число прихожан было невелико, меньше 400 человек. Поэтому, естественно, пожертвований было не так много. И храм постепенно стал приходить в упадок. Даже несколько лет, в течение, наверное, 17 лет, он был приписным к другому храму. То есть здесь не было самостоятельного притчня. Потом уже во второй половине 19 века по прошению прихожан вновь был определен самостоятельный притч из одного священника и псаломщика. И так вот эта история храма продолжалась до бурных революционных событий начала 20 века. После революции священник, служивший в этом храме, Андрей Алексеевич Говоров, с семьей из девяти душ был вынужден покинуть Севск. Новым настоятелем назначили священника Александра Дмитриевского, до этого служившего в упраздненном Троицком женском монастыре. И основной приход храма составили монашествующие. Но в 1926 году Дмитриевский, склонившийся на сторону обновленчества, ушел из церкви. А Вознесенский храм, как и многие другие церкви, был закрыт. Иконы разграблены, и ими даже топили севскую баню. Верующим удалось спасти несколько святынь от огня. В одном из домов, где жили монахини Севского монастыря, в то время уже упраздненного, закрытого, у них была такая молитвенная комната. И в этой комнате было несколько икон из нашего храма. Во время войны здесь были очень интенсивные бои. И во время этих боев практически весь город был уничтожен. И в том числе и тот дом, где была молитвенная комната. И когда попал туда снаряд, то начался пожар. И на иконах остались следы огня. Но эти иконы потом, когда открылся храм, люди передали, у кого они хранились в храм. И мы их сейчас храним как ту святыню, как ту нить, связующую с прошлым нашим. Во время Великой Отечественной войны оккупанты в храме сделали тюрьму, где в качестве заложников содержались семьи, чьи мужья воевали на фронте или были в партизанах. После войны в храме был склад. Школа отапливалась торфом, и здесь этот торф хранили. Ну и постепенно храм приходил совсем в упадок. Была разрушена колокольня, разобрана алтарная апсида, утрачена кровля. И уже к 90-м годам 20-го века храм находился в руинированном состоянии. Люди православные всей округи, они переживали и радовались о том, что будет доброе дело. Хотя, честно говоря, не представляли, с какой работой предстоит и как она быстро завершится. Например, колокольня, она была начата с нуля, с фундамента, то есть ее не было. Алтаря не было в то время. На трапезной не было крыши, и там стены полурагрушенные были. Но не было и топочной, не было просверочной, то есть не было благоустройства сделано. Но вот такими темпами ударными в 1999 году мы созрело, и работы начались. Уроженец Севска Николай Васильевич Михайлов, в то время занимавший пост первого заместителя министра обороны России, обратился за благословением к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексию Второму. Начались рестаурационные работы и в короткие сроки практически за год. За это время был изготовлен и иконостас, таким же, каким и был в XIX веке, красивым и благолепным. Когда стали восстанавливать храм, приезжал сюда в Севск протерей Владимир Силовьев. В то время он возглавлял издательство Московской патриархии, и при патриархии была искусствоведческая такая комиссия, которую тоже он возглавлял, этот батюшка. И к нему обратились с просьбой, чтобы он помог нам в каком виде иконостас восстановить, таким, каким он был в XIX веке, было привлечено несколько иконописцев, которые представили свои проекты, то есть некий конкурс такой проходил. И победили в этом конкурсе наши брянские иконописцы недоступен к фамилии. 6 июня 2000 года, в канун престольного праздника, храм был освящен малым чином. И здесь была проведена первая божественная литургия, которую возглавил управляющий в то время брянской епархией архиепископ Мелхиседек. Было очень много военных людей, генералов, их жен. Это было такое зрелище, конечно, такое очень торжественное. Но весь город присутствовал здесь. С тех пор, 15 лет назад, в храме возобновилась литургическая жизнь. С первых дней настоятелем был назначен священник Георгий Балин, сплотивший вокруг себя крепкий дружный приход, в котором установились теплые отношения, когда уделяют внимание каждому. У меня сегодня день ангела. Я всегда, когда у меня день ангела, прихожу в эту церковь. Меня батюшка поздравляет с днем ангела и говорит такие напустимые слова, что я могу прослезиться. Как только построился этот храм, меня бабушка сюда привела в первый раз, и с тех пор я все время здесь. Я когда могу, по возможности приезжаю с места учебы, то если я не пришла в храм, то считай, что я не была дома. В 12-м году у нас с супругом была свадьба. После свадьбы долгое время у нас не было деток. Мы решили венчаться. Свадьба была на Казанского. И венчались мы тоже на Казанского. Через год. На исповеди у батюшки я расплакалась, что у нас нет деток. И когда он меня успокаивал, сказал, что через год обещайте, что придете крестить к нам. Ну, получилось чуть побольше года, но зато две двойняшки. Замечательные девочки. Елизавета и Софья. Спасибо. Мы очень благодарны. Он населил веру, что все-таки детки у нас будут. Здесь только добро, только благо. Так, как учил нас Господь. Поэтому люди тянутся к Нему. И каждый год все больше и больше приходит в храм. Я думаю, все больше душ спасается. Приход храма особенный, интеллигентный. Это врачи, учителя, инженеры, представители самых разных профессий. Ведь батюшка сам в прошлом учитель. Я сам как педагог, который работал в школе. И мне гораздо проще общаться именно с этой категорией людей. Поэтому среди моих прихожан очень много людей, представителей таких профессий, как медицинские работники. С ними же очень сложно в приходской жизни вообще общаться. А мне как-то проще намного. И вот у нас сложились и на клиросе пели в основном люди. Медики, педагоги, есть инженер. То есть, ну, скажем, интеллигенция. Отца Георгия я знаю с раннего детства. Ну, мы жили почти в одном дворе. Учились в одной школе. Занимались в одном коллективе. Да и в коллективе, в котором мы занимались, он встретил свою матушку. И вот уже сколько лет, всю свою жизнь, рука об руку, они идут рядом. Любя и помогая друг другу. Отец Георгий очень творческий человек. Вот что бы ему ни поручили и за что бы он ни взялся, он с любовью, с отдачей очень честно выполняет эти дела. Я, знаете, думаю, что природный дар отца Георгия, учителя, воспитателя, мне кажется, помог и в выборе его главного пути, пути служения Бога. При храме был организован творческий коллектив, который принимает участие в различных областных и районных концертах. Дважды становился лауреатом Воронежского фестиваля православной песни «Ковчег». А началось все с исполнения популярных в 2000-х годах песен нашего земляка и романаха Романа. Затем уже был набран более разнообразный репертуар. Исполняли его песни, но исполняли их вот на каких-то таких наших собраниях, когда там где-то чайку попили, я с детства играл на гитаре, естественно, исполняли такие песни. И потом возникла идея, когда репертуар так вот вырос наш, сделать программу и на Рождество сделать концерт. И вы знаете, первый концерт, он здесь произвел впечатление такое ошеломляющее на всех жителей. Во-первых, зал был переполнен так, что там люди стояли и стульчики приносили, чтобы сидеть, и все говорили, что никогда такого не было. И я увидел этот эффект вот этой проповеди через песню, через творчество, что он очень действенно оказывает воздействие на души людей. И мы стали это использовать. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Да хранит вас Господь! Дорогие телезрители, до новых встреч! Дорогие телезрители, до новых встреч!